приветствую всех мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе все люди на земле всех приветствую всем желаю всякого блага любви и радости добра мира протости смирения терпения в душу прежде всего ваши сердца ваши в умы ваши или в умные сердца в тела ваши чтоб все у вас было хорошо не болели не страдали естественно в семьи ваши в дома ваши во все сферы жизни ваш чтоб все у вас было хорошо сегодня поговорим с вами о дарах духовных ну мы в принципе кто мой ролик конечно смотрит последовательно мой канал очень часто я записываю видео такими блоками то есть предыдущие видео связано с последующим и наоборот последующие с будущим да еще будет связано вот поэтому мы в принципе с вами поговорили о трех гранях в предыдущем ролике блаженства а в этот раз поговорим о дарах духа отдельный плейлист на канале христолю проповеди у меня есть дары святого духа сегодня я вас не буду нагружать цитатами из писания местами крупными просто в свободной форме хочу поговорить тоже кое-какие может быть мысли у вас формируется из того что я скажу сделает какие-то выводы для себя какую-то пользу приобретете вот в принципе на места именно из писания особенно апостол павел кстати вы помните он именно это такие фразы употреблял словосочетания дары духа что они от бога что бог поставляет в церкви одних учителями так далее да и каждому дает дар от бога дается для чего конечно же для собственного спасения назидание через что для совершенствования собственного в чем в любви в радости в мире в кротстве через что через дела вот эти любви да дары духовные конечно очень часто понятно их так скажем группируют в небольшую такую кучечку да ну это все мы видим из евангелия мы видим что иисус в принципе его дела можно очень легко подразделить да и вообще вот сейчас мы с вами об этом поговорим то есть дары от бога все очень привыкли концентрироваться столько на каких-то сверхъестественных мы сегодня с вами поговорим немножко не не в таком ключе вот кто смотрел мои предыдущие ролики конечно кто случайно попал на это видео может быть не все будет понятно но все равно конечно в принципе стараюсь говорить так чтобы каждый ролик был и в этом плане независим от других да но так как мир делится на видимый и невидимый то естественно и дары от бога или возможности человека человеческой природы мы тоже естественно поделим сегодня на две группы на видимые и невидимые я сегодня не стал вам никаких слайдов готовить все достаточно то что я буду говорить если человек есть хотя бы маленькое минимальное воображение она есть принципе от бога у каждого я думаю все сами поймете естественно дары мы подразделяем на видимый и невидимый и вообще мы с вами уже надеюсь на этом утвердились что мы и природу бытие делим на видимый и невидимый поэтому человек можно его разделить на два человека видимо вне видим хотите не делить просто не из природа видимая невидимая да и конечно по сути разделить то невозможно да но так абстрактно мы их деле так скажем теоретически как наука вот лишь на лишь на на доске на письменный да так человек разделить невозможно вот это все начинается там видимый невидимый да я могу грешить плотью это не отражается на духе лютеры до этого докатился и рука с протестантами общаюсь вы слушать вообще вы знаете чего в учении исповедуйте чем и именем все этот называйтесь и учение лежали у вас в основании вы же ничего них не знаете знать не хотите когда вам рассказываешь вы уши затыкаете ну ладно сегодня отвлекаться на это не будем раз у человека есть две природы самое страшное неважно для любой природы но одной целой ну сегодня будем говорить как будто пополам разделим на на два столбика это естественно смерть или наоборот благо это жизнь что для внутреннего человека для невидимого человека что для видимого значит что если этот человек умер для него благо какое для этого видимого умершего человека и для невидимого это воскресенье возвращение к жизни или дарование жизни не было ну она всегда была поэтому это слово воскресенье именно кстати это слово и этот смысл всегда имел ввиду иисус когда Когда протестанты вывернули все это из общего контекста истины, истинного Евангелия, учения Иисуса Христа, о том, что все верующий в Меня имеет жизнь вечную. Слушайте, Иисус говорил о том, что Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Естественно, они были погибшие не по видимому человеку, а по невидимому. И словом чистым, да, истины, Он воскрешал их никого, души, как хотите, невидимого человека. Это лишь воскресенье, это лишь семечко. Во что оно вырастет, покажет плод этого дерева. Об этом говорил его предтеча Иоанн. Об этом Иисус потом будет неоднократно говорить множество, я не побоюсь такого случая, тысячи, потому что за три года с половиной, возможно, которые Иисус проповедовал, уж сколько он всего сказал, там, наверное, тысячу раз сказал. О суде, о том, что дерево без плода срубается и выбрасывается в огонь. Это лишь семечко, это лишь воскресенье я тебе. Воскресший человек что еще должен? Еще можно воскреснуть здоровым, а можно воскреснуть больным. Еле-еле рахитиком таким. Просто к жизни прийти. Вы знаете, как это делают действительно мы в мирском понимании врачи, да. У нас что-то, когда человека даже к жизни возвращают, вот, человек какую-то там травму на производстве получил, несовместимую с жизнью, да. Его, у нас называется реанимация, да, человеческим языком в мире. Его реанимируют. Вы знаете, я чуть не слышал случаев, что после больничной реанимации, обычными такими человеческими способами, человек тут же с койки вставал и бежал из этой больницы дальше работать. Его потом еще месяцами выхаживают. Потом, когда его выходили, и он вернулся лишь на нулевую планку, он из минус сто поднялся, как, Господь, максимальное количество принесенного плода, сколько может быть в семечке? Ну, Иисус сказал образно сто. Вот мы из этого минус сто только в ноль пришли. Даже когда мы от слова истины воскресаем, все воскресают по-разному. Кто-то что-то послушал там, два слова. Ну, да, да, ну, вот это хорошо, слушай, вот ты мне много чего рассказал, вот это вот интересно. Он там какой-то кусочек взял в Евангелии. Этот человек, его душа сильно воскресла? Нет. Так что-то, знаете, душок жизни в нее вошел. Может, он и ожил, да, может, у него что-то начал, может, он что-то почитывать стал с сигареткой в зубах, да, и там стало что-то там, ну, дай к Евангелии, что-то мне там вдруг рассказал, дай почитаю. Вот. Сам жену бью там в соседней комнате, ну, что-то решил Евангелие почитать, кто-то от кого-то слышал, да. Воскрес этот человек, но раз он тянется к тому же самочтению Евангелия, можно назвать, что эта семечка все-таки дала росточек. Кто-то его бросил, как Господь говорил, да, с евангелизацией благовестием, и эта семечка дала жизнь. Что потом из этого семечка выйдет этот колосок, да растет она вообще до возраста колоска или до возраста дерева, даст ли плоды, это еще большой вопрос. Можно стать деревом, могучим и дремучим, полным украшенной кроной листьев, и что Иисус сказал, такое дерево, он не просто притчи рассказывал, один раз это даже показал на реальной смоковнице, полную, красивой, большой, цвету, в листьях все, естественно, и на которой не было ничего поесть-то, и засохла эта смоковница, да. Значит, дары есть, да, значит, мы можем воскресать душу, воскрешать человеческую душу, внутреннего человека и внешнего, да, то есть мы это видим, Иисус этим занимался и по плоти, по внешнему человеку, по видимому человеку Иисус воскрешал людей, и по внутреннему. Так, дальше. Исцелять. Исцелял, конечно же. Сколько уж исцелений, не буду вам говорить, вы все знаете в Евангелии. Души исцелял, поднимал их из больничного состояния, из полумертвого на здравое состояние, а из здравого потом в совершенное, конечно же. Вот что вот это такое воскрешение, дарование жизни и исцеление? Вы знаете, для духовного мира, я специально сначала говорил этими словами, а если говорить евангельским языком, то воскрешение тела, как Иисус воскресал, ну, грубо говоря, руками, да, ну, Он это делал устами, как Бог, да. Я говорю, в современном мире люди это делают руками, там, медики и прочие врачи, да. Как мы воскрешаем душу? Вот душу мы реально человеческого, невидимого человека воскрешаем словом. Это евангелизация, благовестие, как хотите, проповедь истины. То есть вот он, он дар. Воскрешать тело, воскрешать душу, раз. Что такое исцеление тела? Человек вроде живой, но больной. Кто-то не ходит, кто-то, вы помните, кто-то прокаженный, кто-то не видит, кто-то не слышит. Иисус всех исцелял по плоти. Так, хорошо, есть такой дар к видимому человеку относящему, к невидимому. Что это такое? Это учительство. Мы человека, его воскресили, а его еще надо вылететь. Вы помните, как Иисус даже слепого раз ему намазал. Он говорит, видишь, в чем? Говорит, ну, так, вижу, более-менее. Иисус ему еще раз говорит, видишь, о, теперь все вижу. То есть это этапы. И вот это исцеление, когда мы человека выхаживаем, да, вы знаете, порой многие болячки годами и за людьми ухаживают, пытаются их поднять. Да, это учительство. Ты человеку учишь, учишь, учишь. Вот они, дары. Занимался ли чем-нибудь еще Иисус? Если вы рассмотрите, нам кажется, что, в принципе, это четыре, но, по сути, это просто к внутреннему и к внешнему человеку относится. Иисус кому-нибудь дворцы строил? Нет. Душе он что-то давал? Какие-то вещи непонятные, да, там, я не знаю, развлекательные, там, супер какие-то или еще что-то? Нет, да, то есть вот эти дары, которые Иисус, их очень легко подразделить. Это исцеление и воскрешение, исцеление, все, причем как видимого, так и невидимого человека. Все, чем занимался Иисус. Пророчество, это все то же самое, это уже верх совершенства, то есть все это можно назвать вот этим исцелением и даже потом, ну, давайте на три поделим, да, все-таки. Есть смерть, это воскрешение, есть исцеление, это когда ты с минус сто до нуля поднимаешься, да, это исцеление. И есть что? Тренировка, человек уже когда нормальный, вот, ребенок здоровый, его дают в секцию, он становится совершенным. И вот от нуля до ста, ну, я просто не знаю, как это поделить, хотя, я говорю, вот это учительство, наставничество хотите, их можно как-то поделить, но смысл в одном, да, что ты из больного, еле ходящего, проходя планку нормы, можешь достигнуть совершенства ста. В принципе, все это он учил, он просто возводил их на высшие планки, сначала исцелял, вот, этого не делай, этого не делай, а ты это не делаешь, ты достиг нулевой планки, ты не убиваешь, не крадешь, не обманываешь, хорошо, возьми крест свой, продай все, то есть сотвори кучу добрых дел, раздай все нищим и приходи тогда, следуй за мной, взяв крест. Тогда ты еще за эти добрые дела, когда начнешь страдать и не отвечать злом на зло, вот тогда ты будешь совершенным. Вот и все, вот все, чем занимался Иисус, вот вам все дары духовные и телесные. Вы знаете, что касается этой жизни, то же самое, когда вот нас вот с этим, да, у нас есть элементарные вещи, как Иисус, это я про дары говорю, естественно, дары, они проявляются в делах, человеческие возможности, таланты, как угодно, да. Мы что-то умеем делать, кто-то, я говорю, у кого-то талант просто даже веселить человека, это радость, потому что, что не говори, все это через слово, верх совершенства, это радость. Я говорю, вы знаете, я, следующий ролик, вы услышите, кто будет последовательно смотреть мои видео, назову я его Иисус евангельский, реальный, все ли мы знаем об Иисусе? Все ли мы знаем об Иисусе? Конечно, нет. Вот. И вот эти все дары, вы знаете, вот насуются тоже, и христиане бедные страдают, и их тычут хулители христианства, да, истины, что вот вам сказано, всякого верующего будет там сопровождать сие знамени, слушайте, там речь вообще шла о том, что действительно те, кто будет проповедовать Евангелие, этих людей будут сопровождать эти знамени, в принципе. И то, как мы видели, Иисус свое слово сопровождал нереальным, и как там написано, и пошли и проповедовали, и Бог подкреплял всякое слово вот этими, и подкрепляли всякими этими чудесами. Слушайте, Иисус такие чудеса сделал. Сам Бог явился на землю, в оконцовке он не смог победить иудаизм, никак его не переломил. Вы знаете, я на этом примере, как Иисус показал, как Господь допотопное человечество смыл, да, когда оно уже вообще стало просто адом на земле, и показал нам, что это ничего не дает. Уже следующее поколение, начиная с самого Ноя, который далеко не ангелом был, все то же самое. И Господь показал нам просто один раз историческим примером, что это ничего не дает. Иисус нам показал то же самое. Да, Иисус нереальные знамени творил, да, Он дал еще первым ученикам, и показал, что это никак не воздействует на человека в основном. Господь все равно говорил, вы не уверуете, если не увидите знамени. У корялых написано за это, да. Вера от этих чудес, она ничего не значит. Я лишний раз на своей жизни это убедился. Я очень рад, что в Евангелии либо подмазали, либо не показали вот эту любовь к животным в виде того же самого неубийства, их ради похоти своего чрева. Вы знаете, оставили нам свободу. И когда я к людям говорю, слушай, ты же знаешь прекрасно, что убийство это грех, ты никак его оправдать не можешь. Это жестокость, это боль живого существа. Ты ничем никогда не оправдаешь. Это просто истина, вот она лежащая на поверхности. Я реально увидел, что люди просто безумные. Он готов отвергнуть истину, которая очевидна. Ради чего? Ради греха. Я даже рад, что этого нет никакого основания в бумажке. Потому что когда Иисус проповедовал любовь к урагам, он на что опирался? На какую бумажку? Ни на какую. На что он мог опереться? Ни на что. Он просто говорил, я вам говорю. Будете блаженными, и мир будет прекрасен. И будете все в небесном царстве. Я вам то же самое говорю. Если вы не будете убивать животных, вы естественно будете блаженны. Вы будете в небесном царстве. Вы его достойны. Реально. Здесь же вы причиняете боль. Бесполезно. Я понял, вот оно безумие человека. Это даже здорово, что можно проповедовать, не опираясь на авторитеты. Ты реально видишь своих и чужих, что реально сидит в человеке. Не вот эта оболочечка, как Иисус говорил, праведность ради чего-то. А по-настоящему человек-то хочет этого, испытывает это. Есть в нем Дух Божий, Дух Любви. Он бы никогда тогда Дух Святой. Я насуться этим рождением свыше. Я рожден свыше. Слушай, если бы ты рожден свыше был, если бы у тебя был Дух Божий, ты бы ни одному живому существу на земле не причинил страданий. Ну ладно, сегодня не об этом. Сегодня о дарах. И вот по поводу даров, да. Вот эти все дары, вы знаете, это неправильное понимание Евангелия, что вот мы всем обладаем. Вы знаете, тогда Иисус бы воскрешал всех мертвых. Вот он прям умер, он вот так его поднял. Он умер и идет всех поднимать. Не-не, не умирайте, не умирайте. Все, пришло бессмертие на землю. Нет. В Евангелии нам вообще всего три случая описаны. Возможно, их было больше. Возможно. Но Иисус не ходил на кладбище и не поднимал всех мертвых. Это было для проповеди сделано, для подкрепления слова евангельского чудесами, чтобы человек в силу поверил. Вот именно. Хотя это плохая вещь. Я вам сразу скажу, как и говорил Иисус. Иисус с гневом смотрел и говорил, и говорил, вы не уверуете, пока не увидите знамени. Вы не можете просто принять это учение без вот этих вот внешних свидетельств, от которых вы все равно отваливаете. Сиудаизм в оконцовке евреи, вы знаете же, не приняли христианство. Какое нам еще нужно величайшее свидетельство? Это ничто. Это все временно. И человек опять отваливается. Как Иаков говорил очень прекрасно. Посмотрел, посмотрел в зеркало. И забыл, как ты выглядишь. Так и это. Послушали, послушали. Вроде как даже уверовали. И стали жить, как жили. Как Иисус сказал. Тернии, волчцы заглушили. Корни не имели. И ничего это не дало. Вы знаете, надо... Конечно, Павел писал в том... Вот Павел прекрасно написал. Я даже говорю, цитирую так по памяти. Не буду вам обращаться к Писанию. Вы должны сами все эти места приблизительно, так скажем, близко к тексту знать дословно. Он говорил, что в церкви все дары, конечно же, от Бога. Кому дар пророчества, кому учительство, кому назидание, кому благовестие. Кому, как он говорил, ну вот ухаживать за кем-то. Кому там организационными какими-то вопросами заниматься. Он их пришел. Он говорит, все дары от Бога. Да, ревнуйте о дарах духовных. Вот именно. Мы жаждем, конечно же. Человек хочет быть совершенным во всем. И вот именно этими дарами, этими талантами, что ты должен, на что-то их все направить. На добрые дела. На благо. Кому? На дарение людям радости и счастья. Ты этим и проповедуешь Евангелие. Потому что Евангелие в этом и есть. В любви. А любовь проявляется в делах. Ты программист, ты можешь свое там сделать. Ты швея, ты можешь свое сделать. Ты повар, ты можешь свое там делать. Ты можешь все направить на благо. Неважно, какими ты талантами обладаешь. Так что, по поводу даров, я говорю, вы знаете, мы очень часто мечтаем о чем-то великом, не делая малого. А Иисус сказал, верный в малом, над многом будет поставлен. Он же, причем, сказал, когда вот именно, я это все не просто так вырываю из контекста, просто рассчитываю на то, что вы Евангелие знаете близко к тексту. Он и сказал, когда рассказывал эту притчу-то, кому один талант, кому два, кому пять. И он не просил с того, кого два дал принести десять. Да он вообще с них ничего не просил, кроме приумножения. Но он им никакую таксу не ставил. Они все приумножили в два раза. Кому пять, тому пять, кому два, тому два. Кому один, тот один. Ну, один там завернул в платочек, закопал в землю. То есть, наше дело просто теми дарами, неважно, что мы умеем. У нас есть руки, хорошо, мы ими можем служить ближними. Есть глаза, есть мозги, соображаешь в компьютерах и так далее. Вот, я хочу просто, вы знаете, вот именно, я же не обладаю, у меня нет дара, я не могу исцелять людей. Я хотел бы. У меня, кстати, эта мечта была еще до покаяния моего. Я мечтал исцелять людей, хотел быть вот таким вот, каким целителем там, да. Вот. То же самое, вот, вы помните, я пошел на курсы массажа, потом был курс народной медицины, где со мной, когда меня Господь-то и поселил. И он, как обещал нам этот преподаватель курсы экстрасенсорики, ну, он вроде как все это на благо направлять будет, там людей лечить. Он, кстати, нам об этом говорил, я бы пошел бы на них однозначно. Вот. Тот же сам массаж, он же профессиональный, нам такой лечебный, медицинский, хороший, это не какое-то там масляное поглаживание, нет. Он действительно профессионал был своего дела, и я не жалел, когда прошел, так и оказалось, да. Какая слава о нем ходила, реклама, так и оказалась, да. Вот, действительно, мастер своего дела, и нас этого научил. Я помню, что я еще до покаяния-то хотел, и я и сейчас хочу. И опять же, вы знаете, я все время провожу аналогию воскрешать мертвых, хоть одного, какого-нибудь, да. Но опять же, я же вам говорю, это не только, это не просто игрушки. Это нигде нам не сказано в Евангелии, что тогда бы никто не умирал. Вы знаете, христиан несколько миллиардов на земле. Если бы они все воскрешали мертвых, а никто не хочет расставаться ни со своим родственником, тем более, не хотят, я видел безумных людей, которые не хотят своих родителей уже, которые еле дышат, там бабушки, дедушки на кровати лежат. И то там рыдают на взрыд, когда они умирают, хотя они уже от своей смерти умерли, уже там составившись в глубокой старости. Вот. Вы думаете, такая христианка, такой христианин дал бы ему умереть? Да никогда, он бы опять воскрешал. Дай ему вот этот дар воскрешения. Он как им будет пользоваться? Безумно. Безумно будет пользоваться. Одно дело воскресить. Вы помните, какой эффект все равно произвело воскрешение четырехдневного разложившегося лазаря? Это вообще бум был. Он был известным человеком еще к тому же. Жил рядом с Иерусалимом. Помните, что люди приходили смотреть уже на этого лазаря, а отовсюду сбегались. Да, все знали его смерть, а знали о его похоронах. Они были громкие, шумные. Человек был известный. Жил недалеко от Иерусалима. Одно это уже говорит о том, что он был богат и известный. Просто так в Иерусалиме или вблизи него нельзя было жить. Это все дорого очень стоило. И сужи дело, это не просто так. С целью проповеди, благовестия. Я говорю, в Марков 16, в Матфея где-то сказано, в Марка там, что, ну в Матфея по-другому, а вот в Маркове, это 16 глава, все любят эти цитировать, что те, кто даже сами христиане наоборот не поймут никак, упираются в это, соблазняются кто что, что наоборот, я говорю, хулить или христианство, вот, идите по всей земле, верующих будет сопровождать все знамени, мертвых будет воскрешать и так далее. Там же написано о благовестии, о тех, кто идет по всей земле, проповедует. Может быть, действительно приходят в какие-то полностью языческие, атеистические, наверное, общества, сообщества, народы. Сейчас такого практически нет, поэтому все это угасло. Сейчас достаточно вот этого слова. Да и нас, у нас Россия, я живу в России, 90% православных, а на самом деле 95% неверующих этих людей, как это совместить? Да потому что это 90% православных, 85% из них никакого отношения к христианству вообще не имеют. Их просто в детстве крестили и раз в год они ходят на Пасху. Вот и все. По идее, их-то донат тут целыми днями чудеса творить-то. Но Бог так положил, что уже все это известно. Иисус хочет, чтобы люди от слова каялись. Я говорю, я реально на неубийстве животных ради похоти своего чрева убедился в этом. Кто отказывается действительно из любви к животным, значит, в нем есть Бог, Бог есть Дух, Дух любви. Ибо Бог есть любовь. Я могу вам рассказать, поэтому я говорю, о дарах, конечно, я тоже ревную, конечно, я тоже хотел бы. И с воскресением, ладно, я вообще, и еще, вот по поводу воскресения, к смерти надо проще относиться. Я сам, как и апостол Павел, и как мне кажется, должны все христиане, мечтаю разрешиться и быть со Христом, и быть для меня жизнь Христос, а смерть, приобретение, то есть большее счастье. Я вот этого понять не могу. Поэтому с воскресением, знаете, это вообще, это эксклюзивный случай должен быть и то. Я говорю, это действительно должен быть какой-то случай, хотя вот именно таких много, от старости не так много людей умирают, или даже от болячки какой-то там долгой и смертельный. Многие люди попадают в аварии, я говорю, дети и так далее. Но где нам сказано, что мы всех их будем воскрешать-то? И плюс эти все внезапные смерти, я вообще в них, так скажем, плохого ничего не вижу. Все это Богом управляется. Да, это причиняет страдания уже ближним, но это опять же испытание ближних. Вы помните, как было с Иовом? Бог дал, Бог взял. Вот как должен христианин мыслить. А вот исцеление, да, вы знаете, вот с исцелением я много думаю, потому что действительно это приносит кто чем-то болел, причем сам именно не в окружении кто-то, друзья, родственники, а именно сам болел, чтобы сам страдал, сам испытывал боль. Кто-то, конечно, прекрасно знает какое-то мучение, да. Ну и, конечно же, когда рядом близкий страдает, хочется, не знаю, все сделать, чтобы помочь им, да. Вот, и, конечно, дар исцеления, конечно, я хотел бы, да. И вот у меня, честно, я не знаю, как его получить, как его возгревать, хотя дары надо возгревать. Об этом писали апостолы, да. Вот, сам Иисус мы знаем, как ходил, как власть имеющий. Казалось бы, он эту власть дал ученикам, но мы видели, у них многое тоже не получалось. И нам до конца не открыто причин этого неполучания. Иногда Иисус говорил так образно и приточно, что не все понятно. Еще как нам все перевели, перетолковали, до нас дошло, что теперь вообще там ногу сломишь. В книге деяний и в посланиях апостолов мы видим, что сами апостолы болели. Болели христиане, члены церкви, первые ученики христовы, да. И ничего они не могли сделать. Болел Павел, болел Тимофей. Болела, как эти там, вы помните, случай-то с девицей, которую Петр одного этого исцелил там. Подзабыл, как у Сафронии что ли было. Да, помните, девица там, как ее звали-то, тоже уж не помню. Ну, все это в одном месте, помню. Седьмая глава или какая-то, пятая, по-моему, деяние. Вот. Яраста Павел оставил больным, вы помните, да. Есть болельщики, и не все их может исцелить. Но опять же, что-то можно. Это точно так же. И вот теперь параллель я провожу, потихоньку дохожу до того, чем я с вами могу поделиться опытом. Да, я терпеть не могу, когда люди несут. Я тоже могу что-то поговорить о теории, я не против, да. Но это только лишь разговоры. Почему? И кто же сам теорию, я спокойно принимаю и критику, и инакомыслие, и чужие размышления. Но другое дело, я что-то прошел опытом. И знаю, что если ты будешь делать так же, ты этого достигнешь. И ваши там байки, когда вы пальцем к этому не прикасались. Вот этого я терпеть, конечно, не могу. Это как Иисус говорил, когда вы называетесь учителями, да. Таким им не являетесь, или, грубо говоря, учителем праведности, да. Сам являясь грешником, тут даже надо более конкретизировать. Вот. Поэтому вот по поводу исцеления. Ну, кто знает, есть в интернете такой Андрей Боголюбов, по-моему, я уже забыл. Я его не смотрю, так немножко посматривал. Вот он на этом фанатеет, кто знает, он там ездит по Украине, по балканским странам, по ближнему, ну, для России, за рубежью. Вот он там на этом исцелении. То ли он правда исцеляет, то ли нет. Он и учит эти семинары. У него как раз все, все вот это у проповедь построено. Он говорит, конечно, о любви, в принципе, саммите исцеления. Причем он делает это среди христиан, ну, и среди неверующих, любых людей. Он молодец, я его так осудить в этом плане не могу. Делает, да делает. Некоторые вещи мне достаточно чужды в его этого. И сама подача тоже вот эта протестантская такая, крикливая. Хотя он спокойный, я видел, тоже он иногда там у речки сидел, разговаривал. Ну, кто знает его, тот знает, да, можно в интернете найти. Вот, Андрей Боголюбов, по-моему, или что-то. Я уже забыл, как я его давно не смотрел, как подписался потом. Ну, там все одно и то же он ездит по этим церквям. И вот они там этими исцелениями. Вроде как он чуть ли не каждого там исцеляет. Вот это все, он их как-то за ноги там что-то не тянет. Они у него выравниваются у всех. Вот. Но он не похож ни на шарлатана. Вот. Но насколько все это работает, я не знаю. Хотя мне, с одной стороны, я говорю, близка его позиция. И что он это не подает, просто, знаете, как веру. Он это как какое-то учение. Он уже проводит какие-то, он методики какие-то разрабатывает. Хотя, казалось бы, к этому чушь, всегда, говорю, посмотрите на Христа. Он просто словом говорил. Но вот я вам сейчас пример не зря в начале ролика, о чем я вам рассказал. Что все это параллели, видим и невидимым. Вот он, может быть, видимым спец, так скажем. Ну, или хотя бы практикует. Вот. Я бы себя даже с ним, знаете, сейчас поставил в противовес. Вот он занимается исцелением тела. Да, он там что-то говорит, бывает, редко у него выскочит о заповедях там. Но это практически редко. Он занимается этими исцелениями. Я себя считаю, что я занимаюсь чем? Исцелением душ человеческих. Я вот вам даже могу сказать, что... Причем христианских, да. Что даже вот... Я даже не уверен до конца, есть ли у меня дар благовестия, воскрешения душ человеческих, да. Вот. Что проповедовать язычникам. Хотя я уже во много раз говорил, что как Иисус проповедовал только, пришел к погибшим овцам дома Израилева. То же самое здесь. Вы знаете, у нас христиан, названных, так скажем, почти 2 миллиарда, которые называют себя. В принципе, и 90% из них это просто тупо грешники. Грешники, язычники, как хотите назовите. Потому что православные, которые там такими же язычниками давно стали, у них там культ чистой воды язычества. А культизм чистой воды. Это в 70% случаев. Еще 20%, которые к ним можно, к этим 70% прибавить, это грешники. Которые грешат и просто ходят под полотенчиком, батюшки и все. Вот. Может 10% и то это много для православных. Там найдется, не знаю, как-то живущих по Евангелию и то, как они будут по нему жить, если они смешали ветхое с новым. Ветхое с новой, как я называю, заветным. У них уже есть новейший завет, это святые отцы. Там никакого Евангелия нет. Они просто грешат, думают, что они живут правильно, убивают там за родину и прочие-прочие вещи. И что? Это ничего вас никуда не приближает. Вот. Я могу рассказать о себе, вы это знаете, все прекрасно и отличного опыта, чем я могу поделиться. Это учительство. Этот дар у меня есть. Я всем говорю, посмотрите на меня. Дар-то есть. До покаяния я говорил спокойно. Я не боялся аудитории. Не боялся видеокамеры. Спокойно общался с одним человеком тет-а-тет. С двумя, с тремя. С большой аудиторией. Мог по душам разговаривать. Мог спорить. Мог рассуждать. Искать. Дебатировать. Все мог, да? Мозги у меня. У меня логическое мышление. Визуальное. Все вот это развито, да? Читать я в школе терпеть как бы не мог. Но опять же, вы знаете, наше школьное образование, схоластическое. Что оно дает? Да ничего. Зачем в 10 классе, в 14 лет читать «Войну и мир»? Я влюблен-то еще там. Ну, были уже, кто знает, да, где-то с 13 лет там начинаешь. Девочки уже интересуют. Ну, что это? Разве ты поймешь что-то Анну Каренину, что ли? Ну, что ты Достоевского в 15 лет поймешь? К чему это все было в школе? Я до сих пор понять не могу. Да, через силу ты что-то читаешь, учишь, что просто закончить какие-то оценки. Хоть тройку получить, лишь бы тебя выпустили. Все. Конечно, сам я. А вот когда я школу закончил и поступил в институт. В институте уже, кстати, все эти предметы, философии я уже сам на пятерке сдавал, потому что мне нравилось. Ну, я в школе, понятно, какие предметы мне нравились. Сдавал. Но я сам стал параллельно, кстати, много читать уже тогда. Казалось бы, хайт вечно. Вот там, наше поколение. Это я тоже был когда-то другим поколением для кого-то. И ничего. Я, говорю, поступил в институт. Стал работать всегда параллельно. Все пять лет я работал. Вы знаете, я помню, я стал много читать. Я стал читать романы. Вообще простые романы. Вот такой первый роман какой-то просто где-то взял. По-моему, он на какой-то работе просто лежала книжкой. Я ее стал читать. Это, я как сейчас помню, там больше тысячи страниц было. Это вот, ну, так вот с виду. Вот такая вот книжка. Сантиметров пять в двух частях, по-моему. Я ее проглотил там, может, за месяц. Зачитался, как фильм смотрел. Знаете, вот я читаю, так интересно оказалось. Вот. Потом я стал читать все подряд. Научную какую-то. Подбирался к духовной литературе. К художественной, духовной. Впечатление, конечно, произвел у меня, кто знает, Павла Каэля, я помню, да. Сейчас я, конечно, понимаю, что это водичка. Но тогда на меня стало все это производить нереальное впечатление. Я стал именно читать. Интернет уже был, были... Ну, конечно, интернет был не такой, как сейчас, где сейчас просто сток информации, что можно сесть уже, залипнуть и все. Раньше, конечно, что такое интернет был. Целая проблема. Все равно какую-то статейку найти или фильм какой-то. Ну, что там раньше было. Вот. По сравнению с сейчасшими ями, где вообще просто вот им YouTube этот развился. Сам просто текстовая документация. Вот ими книг этих теперь. Аудиотекстовых полным-полно всего, да. Поэтому, в принципе, у меня все это было. Слушайте, ну, это было опять мирские, так скажем, на мирское все использовано. А вот чтобы познать истину, чтобы познать именно религиозные учения, течения, в христианство настолько вникнуть, чтобы в Евангелие настолько разобраться. Да, кто мои видел, даже проповеди остались, я хоть и ничего не удаляю. Я сам молился очень много. И просто вне, так скажем, всего, да, видимой деятельности. Я даже, когда стал первые эти проповеди, чтения делать, вы видели, я молился. И это было не показное. Просто я так и делал всегда. Единственное, потом стал, как говорится, не включать камеру позже и не выключать раньше, когда благодарил, вы помните, да. Я так и делал, я так и читал. Где-то, хотя в Евангелии об этом нет. Что Иисус говорил, надо вот там перед чтением помолиться. Это, конечно, меня коснулись и про ортодоксальные традиции, протестантские что-то. Я же все изучал. Вот, я все это практиковал. И вот до чего я достиг. Но, опять же, я говорил, ту же самую Библию. Я знаю кучу пастырей, вот сколько я познакомился. Они, оказывается, Библию последовательно ни разу не читали. Вот так вот. Кусками, да. Какую-то книгу до половины бросил, еще что-то. Ты хоть раз вот так прочитал Библию от начала до конца? Нет. Я стал удивляться. Вот. Понятно, поэтому такой бред несут. Вырывают там, 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 там. А ведь даже книга собрана не просто так. Она исторически вся собрана. Чтобы читать отсюда, ты должен знать, что это все, что предшествовало впереди, чтобы сделать какой-то вывод, до чего это докатилось-то. Это же не просто истина вот тут какая-то. Это не набор каких-то фраз. Вот. Я вам сто раз говорил, что я с Евангелем только не делал. По каким-то только болтикам и вынтикам. Ребята, механики, какие-нибудь мотоциклисты меня поймут, кто в гаражах с юности ковырялся и делал капитальные ремонты своей техники. Да. Я все вот так вот разбирал. Я и так Евангелие читал, и так. И выберу все слова Иисуса, просто чтобы прям слова Иисуса почувствовать. Я их все выдирал прям, чтобы мог их каждый день. Я все это сам зачитывал, сам слушал, когда я руками там работал, кто знает, какую жизнь я вел, да. Что итог не делал, все притчи выберу, все так, все так. Изучал географию, где, что, археологию, чтобы все разобраться, где, какие тонкости, да. То есть, я развивал свои дары, да. Я стремился, я на эту жизнь полагал, на это, да. Поэтому, потому что самому учительству, да, я же развиваю это, поддерживаю это, этот дар, да. Если можно, еще его возгреваю. То есть, я что-то делаю, да. До сих пор, как видите, этим занимаюсь. Тексты читаю, все больше их насыщаю, улучшаю, концентрирую. То есть, работаю, мне это много дает. Конечно, мне лапшу на уши тяжело повесить, я все это знаю, да, все это вижу. Вот. Получается, я просто, смотрите, я для чего все рассказываю, чтобы аналогию провести. Поэтому, вы знаете, с теми же самыми исцелением тела, может, действительно все не так просто. Может быть, вот этот Андрей, кто-то говорит, что он там ерундой занимается. Не знаю. Может быть, дары и надо возгревать. Мы все, мы все в жизни, мы во все, во все любую профессию возьмите. Мы же совершенствуем все. Из опыта в опыт переходит. Из опыта в опыт. Вот. Более того, я говорю, это я уж не раз рассказывал, действительно. Я говорю, может быть, в начале, как говорится, вот именно, знаете, как и ребенку можно что-то дать. Иисус им давал, и поэтому у них не получалось. Это был не их уровень. Всех там исцелять. Они прибежали, не могли этого бесноватого от беса избавить. Вы помните, да? Опять всегда привожу вам жизненные примеры. Я вот, кстати, забыл себе пометочку, я сидел. Я вам свидетельствую, что я не просто, я действительно даже верю, что я делал правильно вот это. Кто читает Писание, кто делает первые шаги в этом, действительно надо просить Бога открыть Ему истину. Показать нужные места, непонятные места объяснить, и Бог будет тебе прямо в сердце объяснять. Это реально так. Но я свидетельствую, в своей жизни уже могу это свидетельствовать, что Бог может, Бог дает тебе в оконцовке. Ты получаешь не просто дар, и ты его взгреваешь, и Бог тебе помогает. Твою ручкой, как мы ручкой ребенка что-то там вводим, рисуем, ты получаешь власть. Почему я говорю? Там Иисус дал на халяву, то, что он учеников при себе, плюс они были ему подконтрольно, так скажем, да. И как мы видим, у них не все получалось, они не справлялись с этой властью, да. Она была дана на халяву. Я все-таки больше склоняюсь к этому мировоззрению, как тут говорят, да, это раннехристианская церковь, да, это было. Этот дар, его можно употребить и на пагубность. Вот этот дар воскрешать мертвых, который был у того же самого Петра, мы видим, власть, власть, не дар, я сейчас даже слово неправильно употребил, власть. Вы знаете, многие соблазняются на этот момент, на 6 главе книги Деяний, где происходит умершвление Анании и Самфиры, которые пришли именно к Петру и утаили из проданного. Никто не может понять, ну, конечно, классика жанра, все, как говорят, Бог плохой, все хорошие, Петра обелят, главное Бога в дерьме, простите, я буду прямыми словами говорить, главное Бога в дерьме измазать. Петр, значит, здесь ни при чем, Анания и Сапфира виновны, так, Петр невиновен, хотя они к нему пришли. Богу эти деньги нужны были. Они продали то, что у них было. Они имели право не все давать, да имели право, это их не право. В чем был их грех? Они солгали. Если бы они сказали, слушай, мы вот продали за 2 миллиона квартиру, у нас была еще одна, раньше сдавали, теперь хотим продать, вот там знаем, что братья и сестры живут в Халупах, два дома в деревне по 500, по миллиону можно купить, а по 500 можно в деревнях и 4 дома купить. Вот мы квартиру продали, слушай, ну нам миллион нужен, мы хотим тоже дочке, там у нас дочь 15 или сын скоро 18, что-нибудь тоже попроще купим, ну вот квартиру за 2 продали, вот миллион на общак, миллион мы просто подешевле что-то возьмем, хотим вот послужить, половину хотим отдать. Все, там, кстати, многие не понимают, грех был не в том, что они не отдали все, никто не обязан ничего. Вообще надо отдавать все, что у него есть. Они не называли ничего из своего, своим. Это очень важно тоже, я сейчас, видите, разные темы затрагиваю, не могу остановиться. Вот. Грех был в том, что они утаили, соврали, типа сделали вид, да-да, мы все, мы такие святые, все принесли. Вот. В том, что они утаили, был грех. Слушайте, почему они упали навзничь мертвые? Я всем говорю, я не боюсь этих слов, это Петр. Это сердце Петра, огненного, горячего. У него была власть воскрешать людей, и мы это видим через несколько глав, по-моему, или в следующей главе, или даже вперед, я уже забыл, где вот именно он этого забыл. Имена, не хочу сейчас отвлекаться, вы помните, да, где он лежачего поднял, и в соседней деревне, в Лидии, ну, как ее звали, Серна, Серну воскресил. Христианку, это не язычница умерла. Это святая христианка, дева умерла. Так у кого была эта власть? Видимо, достаточно было этого пожелания сердца Петра, и они умерли. Бог, Дух Святой, Бог хоть кого-нибудь, Иисус хоть раз так поступил, да ему в лицо плевали, он ничего этим людям не сделал. Его к кресту прибивали, он ничего им не сделал. Его бичевали, он никого пальцами трогал, потому что он был абсолютной любовью. Петр, нет, нет, Петру еще далеко было до Бога, а власть у него была. Как он распоряжался этой властью? Опять сея страх среди детей Божьих. У нас Бог нам, Иисус нам оставил свободу. Все, кто убивает животных, я их не проклинаю. Я говорю, вы сами страдать будете, и вы никуда просто не войдете, как это говорил Иисус, потому что туда входят дети Божьи, а дети Божьи даже врагов любят. Это уж что говорить о животном мире, которое ничего тебе вреда никакого не приносит. Вот и все. Я смерти за это даже никому не желаю. Вы просто будете сами страдать в свое время. Когда будет отделение козлов от овец, вы сами окажетесь там, где вы хотите. Вы же эту скотобойню устраиваете. Вы живите в скотобойне. Вы и будьте жить. Вы как-то Богу показали, что вы хотите в другом мире жить? Нет. Кто убил Сапфиру, Санани, Петр? Я не боюсь этих слов. То, что Лука нам подмазал и не стал свои выводы делать, я делаю. Я делаю. Лука имел право не делать, а я делаю. Так кому дана эта власть? Как ей распоряжаться? Умеем мы или нет? До чего мы дошли? Вы знаете, многих улителей христианства были выходцы вот такие, как я. Это не самые глупые люди. Это очень умные люди. Все прекрасно знают, что Сталин учился в семинарии, что Ленин и прочие ему подобные, а в Европе все эти философские движения, которые даже начали, подобно нынешним проповедникам есть, бывшим проповедникам христианства, которые говорят, что уже и Христа не было. То же самое. Я же имена этих философов позабыл тоже. Ну, кто знает эти имена, тот поймет, о чем я говорю. Было целое движение в Европе в 19 веке, сказали, что Христос – это миф. Реальности его никогда не было. Вот что. И реально людей в этом убеждали. Это были великие философы. Ленин на зубок знал Евангелие. Кто не работает, тот не ест. Это кто, сказал Петр или Ленин? Ну, он идеально знал. Кто знает Маркс, Карл Маркс, Энгельс, великие труды которых, капитал. Да? Все, кто их не знает, идеально. Вот. Так что, всех улителей отлично знают. Я недавно общался с человеком, с славянином. Так он наизусть знает Библию. У нас там были с ним, так не знаю, дебаты, разговоры, как угодно назовите. Несколько дней, по несколько часов. Он наизусть знает Библию, не Евангелие, не Новое, Библию. Библию знает наизусть. Не поверите. Я удивился его познанию. Славянин терпящий, терпящий, не терпящий вообще христианство и Библию. Терпеть ее не может. Но знает наизусть и Библию, и Коран. Потому что мы с ним вживую общались, и он не в бумажку заглядывает, чтобы что-то цитировать. Он прям кусками фигачит мне. Ну, естественно, все искажаю в моем понимании. Потому что можно все знать наизусть. Можно быть злым гением. Так что по поводу дара и власти, вы знаете, по поводу власти я вам свидетельствую. Я знаю день, практически я знаю день. Ну, не практически, я его знаю. Но всегда это бывает, знаете, ты же не знаешь, когда я вам сейчас расскажу жизненный пример, вы поймете. Когда ты получаешь власть. Кто видит, я больше не молюсь, когда читаю. Я говорю, как власть имеющий. Я знаю истину. Я ни у кого больше ничего не спрашиваю. Я перестал все читать. Если я кого-то слушаю, я говорю, слежу за какими-то проповедниками. Не потому, что мне у них есть что взять. Хотя у каждого есть поучиться. Но, к сожалению, у нас здравое учение. В частности, возьмем интернет. Люди, может, и есть такие, я не спорю. Но в интернете сейчас здравое учение найти я лично не могу для себя. А истину я ни у кого не спрашиваю. Я ее проповедую. Любовь, свобода и бессмертие. Вот тебе вся истина. Живи по этим трем принципам. А любовь что такое? Это так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Доказать это бесполезно. Иисус, опираясь на проповедь любви, ни на что опереться не мог. Кроме как на то, что он просто это говорит. Вот и все. И что вы будете за это либо страдать или нет. Потому что Бог задумал разные этапы, разные классы, школы воспитания человека. Ему все равно, рано или поздно. Вы можете во втором классе в 10 лет сидеть, я говорю, пожирая животных. Это ваше дело. Будете ли вы счастливы? Вряд ли. Потому что, если вы задумаетесь о том, и будете жить по этому, апостол Павел, побывав там, писал о том, что человеку даже на сердце не приходило и на ум, что приготовил Бог любящим его. А кто любит его, тот любит все творение его. Как ты говоришь, я люблю его, ненавидя его творение? Нет, родной. Или коровка не плачет, когда ее рубит? А ее слезы не доходят до Бога? Еще как доходят. Когда я получил этот дар? Ну, я его ассоциирую, чтобы вы просто видели в интернете, можете посмотреть на этом канале как раз проповеди. И тут же не все ролики, начинал-то я с других каналов. Но на этом канале есть еще несколько, там я онлайн-трансляции начал вести. И проповедь «Чистое сердце». Первая моя огородная, как я ее назвал, потому что я вышел на улицу, взял смартфон и записал свою первую такую проповедь. Вообще, просто в простоте слова, хотя вот именно сам знаю писание, я просто сказал о чистом сердце. О том, что это самое начало человека и самый конец его. Это очистить свое сердце. А чистый он может только алчить и жаждой правды, и живя потому, что тебе открылось. Все. Вот это вот проповедь «Чистое сердце», когда я там сел около дома в этой деревеньке в Пузево. Я знаю, что в тот день Бог мне дал власть. И вы знаете, я вам просто скажу, почему человек может колебаться, когда это происходит. Делать не в конкретной минуте. Жизненный пример вам простой, расскажу. Их можно накидать, вы сами можете мне придумать еще больше в ответ интересных примеров накидать. Вы вспомните, как мы... Ну, во-первых, я говорю, конечно же, все дары... Вот почему ты там молишься и просишь еще кое-что, даже скажу. Да, ты помните, как в школе нас реально учитель подходил, брал за руку. В школе в доме мама с папой садили, берут за руку, и ты рисуешь вместе там эту буковку, выводишь цифру. Мы что-то лепим, там, горшочек какой-то. Ну, как горшечник учит ученика своего. Он его же руками вот так эту крутит и начинает вылепливать. Он его руками показывает, как что поджать. Мы знаем, это любое коснись. Рисование, механика автомобиля. Мастер подходит, говорит, вот так, вот так тяни, да. Я говорю, вплоть бывает, берет тебя прямо за твою руку, и твоей рукой делает, чтобы ты почувствовал или увидел это, да. На какую глубину что делать. Да, сначала так. Потом все меньше, 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 да. Да, сначала тебя отец там или тренер сначала тебя держит. Ты плывешь, он тебя поддерживает. Или тянет там за ноги, или толкает в ноги, или тянет за руки, или там под брюхо поддерживает. Ты плаваешь. Я говорю, мне почему-то самый близкий пример, я хочу рассказать, это велосипед. Велосипед, вот ты едешь, я говорю, тем более ты же смотришь вперед, да. Тебя сзади толкают, поддерживают. Все так практически учились, да. И ты уже едешь, едешь сам, типа кричишь, папа, подпускай, я уже сам еду. А ты голову оборачиваешься, а он уже давно далеко стоит. Ты уже давно сам едешь, оказывается. Вот это идеальный пример. Я такой просто в жизни один раз наблюдал, почему мне это в голове засело. У меня немножко не так, конечно, было. Вот. Но такие есть реально примеры в жизни, да. Да, похожи. Вы, может быть, что-то свое накидаете, особенно у кого свои дети есть, да. То же самое, когда идет, да. Нам сначала кажется, нам что-то еще поддерживают нас, а оказывается, мы уже давно сами идем. И он говорит, ты посмотри, да ты сам уже все это делаешь. Вот. Таких примеров можно много. Из фильмов, из каких-нибудь мультиков, сказок. Вот это так. Поэтому я говорю, я точно не знаю, когда Бог меня уже отпустил, когда я уже молился, а Бог мне говорит, что ты молишься. Ты уже сам все умеешь. Это то же самое в науке. Вот я любил в школе очень эти математические задачки. Я вам всегда говорю о математике, если вы слышали очень часто, да. Я говорю, есть аксиомы, кто знает. Есть аксиомы, теоремы и доказательства. Аксиомы – это недоказываемые вещи. Это просто постулаты, утверждения, которые сами по себе недоказываемые, и никто их не доказывает. Они просто берутся за фундамент, как за ключи. Теорема, хотите, да, но у задачки. И доказательство, то, что мы доказываем, или решение, то, что мы решаем, задачку, в которой сдано, помните, в школе дано. Решение, вывод. Вот это то же самое. Решаем-то мы за счет чего? Мы берем эти ключи, инструменты аксиомы и решаем. Но сами аксиомы, любовь, ну как ты ее докажешь? Ну, один ход, другой нет. Это просто, она просто есть. Бог есть любовь. Ну, понятно, я всегда говорил, доказательство, свидетельство истины внутри тебя самого. Это не я, правда, говорил, апостол. Ну, и каждый из нас может сказать, я есть. Это не надо ссылаться на авторитет апостола Иоанна. Да каждый знает, что истина внутри тебя. И это знает. И что это истинная любовь, да. Бессмертие. Ну, как ты докажешь? Ну, люди многие на том свете бывали. Клинические смерти, откровения. Как у апостола Павла, который даже не знает, в теле он не в теле был. Ну, и что? Как кому доказать? Кричишь, вопишь на всю округу, никто тебе не верит. Все вот так крутят. Иисус воскрес. Ну, и что? А воскрес ли он? Кто? Апостолы не верили. Не верили апостолы. Один другому бежит, рассказывает. Или ученики, ученицы, там, Дева Марии, Мария Магдалина. Они не верят друг другу. Почему нам сейчас должны люди верить? Вот мы проповедуем христианин. Да и в самом человеке, в оконцовке, ты просто на веру принимаешь. Вот и все. Доказательств у тебя нет. У тебя даже нет доказательств собственного бессмертия своей личности. Ты просто это знаешь. Это просто аксиома. Внешне доказать тебе бесполезно. Свободу. У меня есть свобода. Я даже под страхом смерти не собираюсь от истины отрекаться. Она у меня есть. Есть. Я всегда волен делать то, что я хочу. Есть. Свобода, любовь и бессмертие. Все. Через эти аксиомы вам все решается. Когда мне Господь уже четко... Хотя я, кто знает, этими аксиомами решал с первых дней все, когда открылось мне. Господь мне открылся. Но я по-разному об этом говорил. Когда мне Господь четко сказал, что слушай, ну сколько ты еще будешь... Вот тебе. Сам решай эти задачки. И тут я помню, как меня прям как пронзило. И я понял, что слушай, реально любая притча, любая это раскрывается. Любовь, свобода, бессмертие. Ты все увидишь. Есть ли там вечные муки или нет. Что это значит? Оказывается, это значит, пока человек... Бог-то любовь. Оказывается, дверь эта ада изнутри закрывается. Оказывается, человек свободен выйти оттуда, когда угодно. Когда захочет. Поэтому вечные муки. Да, он... Бог даже не знает, когда у человека мозги встанут на место. Или сердце. Я вот им говорю, не убивайте животных, хоть бы хны. Где вы будете? В аду. До какой степени? Пока не покайтесь. Пока не захотите другого жизни. Все. Все, оказывается, открывается. Вот, оказывается, почему Иисус говорил о вечных муках-то. А как не говорить? Ну сколько ты там будешь сидеть? Я спрашиваю, ну сколько ты... Да буду всегда делать. Мне прям, говорит, я буду до конца жизни мясо сожжать. Ну будешь вечно в аду. Когда ты захочешь туда выйти. Когда захочешь перемениться. Все открывается. Любая истина. И когда я понял... Да, я помню, как мне. Естественно, в школе нам помогали решать. Естественно, я к папе ходил. Это не понимаю, то не понимаю. Ну помогает. Ну еще. Ты вроде что-то учишь. Что ты знаешь. Табличку выучил на Жене. Да, тебе еще помогает решать. Потом, конечно же, я всем вам всегда приводил пример. Конечно, есть профессатура. Там школа, институт. Профессориат. Это, да, высшие там вообще степени. Потом вообще человек в свободное плавание. Все, уже выше, ничего нет. Он все, он изобретатель. Здесь то же самое. Все, ты уже сам можешь придумывать эти задачки. Вот эти притчи, да. Извлекать из них мудрость. Потому что ты просто истину знаешь. Ты знаешь, аксиомы. Ты уже множество опыта понабрался решать. И задачки ты сам можешь уже такие задачки составлять. Сдано с решением и с выводом. Все. Теорему и доказывать ее. Не проблема. Новую теорему, новую описывать. Тот же самый мир по-разному. Все. Вот я вам на своем примере показал. Да, дар учительства. Я его возгревал. Да, многие вещи мне были даны. Да, почти все в плане там, что духовно, что видимо, что невидимо. Да, там говорить искусство какое бы я. Там не было косноязычное. Но плохо, хорошо. Могу какие-то словины, песни попеть, да. То есть, все это что-то есть. Да, я говорю, мозги более-менее работающие. Визуальная память. Логическое мышление. Да. Визуальная. Такая память обычная, которую читаешь. Я много запоминаю. Хотя у меня не суперфеноменальная память. Хотя она опять же развивается. Потому что ты все время зачитаешь, читаешь. Пытаешься запомнить. То есть, ты трудишься. Ну и в частности, это касается, конечно же, познания истины. Когда я ее познал именно в Евангелии, в христианстве. В Библии, если хотите. Только не в Слове Божьем. Вот. Значит, точно так же любые дары. Все-таки говорят, что люди-то есть же и не христиане, имеющие вот именно дары, как говорят, да, исцеляют людей. Реально, прям на глазах может снять твою болячку. Есть же, как говорят, это там демоны. А вы знаете, я стал давно, но я и раньше так думал, что это может быть по-разному. Это может быть от бесов власти. И всякие пользуются, и деньги зарабатывают, там, миллионы на чужом горе, да. Одно дело, благодарность принять. Любой человек хочет отблагодарить, когда его спасли или помогли. А другое дело, действительно, наживаться на людях. Вот. Сразу берем две крайности. Это во зло или вот в добро вообще, да. И есть серединка. Люди, да. Ну, есть этот дар. Он вроде помогает и служит. Он там и не христианин, он это не проповедует. Параллельно не пользуется этим даром, чтобы еще сказать о любви, там, об истине, да. О свободе, о бессмертии. Потому что он сам в это непонятно как верует. Но ему Бог дал дар. И то, мы же не видим всей жизни человека. Мы сейчас его в эту секунду видим. А он к этому, может быть, и идет через этот дар. К Христу, к истине, да. Это мы его сейчас таким видим. Сейчас он пока так им служит, непонятно для чего. А потом он его во славу Христа обратит, да. Когда ему истина откроется, неважно, через кого-то или еще как-то. Вот так вот. Вот что я хотел по поводу даров поговорить. В принципе, начиная опять от массовой, я с вами поговорил о вариантах. И какие они бывают, как их поделить. И как ими заниматься. Ревновать о них надо. Можно практиковать. Если честно, с теми же самыми исцелениями мне то ли смелости не хватает. То ли я не знаю, как это делать. Я сам болею. У меня тоже эта проблема. Это тоже мне дает какой-то ступор. Что если я сам себя не могу. Говорит, врач, исцели себя сам. Почему я говорю, когда я проповедую, и когда меня тыщат, что ты гордый, и ничего не слышишь. Я говорю, слушайте, я-то у вас просто не спрашиваю. Я знаю. Здесь то же самое. А тут действительно скажешь, слушай, как ты лечить бросаешься, если ты сам. Ну, исцели себя самого. Реально, меня это внутри мысль гнетет. Вот. Я скорее поверю, что Бог мне даст этот дар, когда я претерплю, если, получается, мне надо претерпеть. И я получу этот дар. Может быть так. Я не знаю. Я говорю, я вот за другие не могу говорить, потому что это будет лишь моей фантазии. Я могу поговорить. Как это? Как надо исцелять? Вам куча ссылок из Писания. Я опытом не знаю. Правда, это не правда. Иисус когда так делал, когда так. Не всех он тоже исцелял. Кого-то исцелял, кого-то нет. Я теоретически могу сказать, зачем он положил эти брения ему на глаза. Понятно, что он должен был контакт почувствовать, чтобы не сказать, что это само получилось. То есть, Иисус целую процедуру такую сделал, чтобы с ним немножко поконтактировать. Что мы видим, что кто маловерный были и просили его приходить, прикасаться, трогать. Да, он это делал. Но если кто-то верил, то говорил, что слова достаточно сказать. Он это делал так. Но это все теория. Я не могу поделиться практикой. Вот тот же этот Андрей, если это правда все происходит, люди могут, он что-то получает. Он реально может понять Евангелие. Потому что он опытом это все проходит, переживает. Он говорит, да, вот здесь вот так Иисус. И это работает. Он проповедует, что все так должны делать. Ну вот, я говорю, тут видите, у каждого свое. Безусловно, то, что мы должны ревновать, это да. Чего же плохого, желать хорошего, да. Иметь какой-то особый дар. Любой дар. Или тот, который ты имеешь ревновать о его возгорании все большим и большим. Тем более, ты его обращаешься на что, на дела, добрые дела к людям, через которые ты достигаешь совершенства любви. В любви. Вот так вот. Ну, на этом все. Так чуть-чуть поболтали. Вот, хотел вам, говорю, сегодня не нагружать никакими местами. Хотя, я говорю, Евангелие во много раз я вспоминаю. Надеюсь, что вы тоже его более-менее дословно знаете и всегда понимаете, что вам говорят. На этом у меня все. На сегодня я с вами попрощаюсь. До встречи в следующем ролике. Следующий ролик будет об Иисусе, евангельским и реальном. Так я назвал ролик. Хочу тоже кое-какие опять мысли. Ну, которые я, в принципе, говорил, но так сконцентрировать, еще кое-что сказать. На сегодня у меня все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Всем желаю всего самого хорошего, всякого блага во все сферы жизни вашей. И желаю достигнуть совершенства в Боге, что значит в любви. Ко всему Богом сотворенному. Все, пока-пока.